Часть пятая. Институт терапии Академии медицинских наук СССР в свое время провел интересное исследование. Все случаи заболевания гипертонии были разбиты по стадиям заболевания. Первая – ранняя, вторая, третья – поздняя. Полученные результаты показали, что у больных моложе 35 лет 70% гипертонии относятся к первой стадии болезни. 25,6% к второй и 3,8% к третьей. Это указывает на то, что начальная стадия гипертонии уже наблюдается в молодом возрасте, когда организм здоровый, полон сил. И это прямо указание на влияние бурной эмоциональной жизни, на возникновение и дальнейшее прогрессирование гипертонии. Молодые люди еще не знают, как контролировать свое эмоциональное поведение, как преодолевать различные трудности без нервных срывов, разочарований. Они еще эмоционально ранимы. И именно эта основная причина – неумение справляться с эмоциями, вызывает спазмы стенок сосудов, а в дальнейшем их поддерживает и приводит к повышению кровяного давления. С увеличением возраста человека на эмоциональные причины наслаиваются различные возрастные изменения, и количество больных гипертонией с возрастом лишь увеличивается. Важно подчеркнуть, что возрастное предрасположение к гипертонии происходит на основе тех нервных нарушений, которые ее вызывают и с течением жизни могут прогрессировать и накапливаться. Например, если привычка к раздражению, сварливости или черта характера, нетерпимость, злость, обидчивость, самоедство, переживания, чувства вины, страхи и прочее не прерабатываются и изживаются, а наоборот усиливаются, то это приводит к усилению гипертонических явлений. И если говорят, что человек имеет возраст своих сосудов, то не менее правильно сказать, что человек имеет возраст своей нервной системы. А я бы даже сказал, не возраст своей нервной системы, а зрелость своего сознания, изношенность которой определяет эмоционально насыщенность отрицательными переживаниями и травмами. Эти три положения легко объединить в их применении гипертонической болезни. Важно отметить и то, что наследственный фактор имеет большее значение в развитии гипертонии. Так описаны семьи гипертоников, которые страдают гипертонией в четырех поколениях. Но здесь передается не сама болезнь, а семейный стиль жизни, который к ней предрасполагает. Это разные вещи. Вникайте! Итак, происхождение гипертонической болезни можно представить как результат травматизации и пренапряжения сферы высшей нервной деятельности на основе эмоциональных переживаний и потрясений. Имеется как наследственное, так и возрастное предположение к этой болезни. А эндокринные и почечные нарушения способствуют ее возникновению и усугубляют ее течение. Первичный нервный, то есть эмоциональный фактор приводит вторично к усилению активности некоторых отделов симпатической иннервации, особенно в связи с повышенной продукцией гипофизарно-надпочечниковых гормонов, увеличивающего давление действия вазопрессивной других. При этом важно отметить, что усиление гормональной и симпатической активности, ведущей к спазму сосудов, возникает как следствие нервно-эмоционального возбуждения. То есть в любом случае, вот это вот, что я даже не мог выговорить, прочитать вот эти вот все эти вазопрессины, артеринолы, норадреналины, там надпочечники и так далее. В конце концов, спазм сосудов, которые возникают как следствие нервно-эмоционального возбуждения. И наконец-таки мы добрались до основного профилактика и лечения гипертонии. Универсальная методика профилактики и лечения гипертонии через правильное отношение к жизненным событиям. Это я уже говорю. Понимаете? Из всего, что было, я сразу сделал вывод. Основной универсальной методикой профилактики и лечения гипертонии через правильное отношение к жизненным событиям. Из проведенного высшее исследование выясняется, что гипертония и риск есть результат невроза. Это подтверждено статистикой. 70-80 больных с ранней стадии гипертонии находятся в состоянии хронического эмоционального стресса, который, согласно учению Ивана Павлова, возникает из-за разного рода раздражений, поступающих из внешней среды через сознание. Этими раздражениями являются разного рода события, сообщения, обстоятельства и прочее, которые с человеком постоянно происходят в повседневной жизни. И только отношение самого человека к ним определяет, насколько они затронут его. И если не затронут, никакой реакции со стороны организма не последует. И если же затронут, возникает психоэмоциональное возбуждение, которое запустит цепочку болезнетворных реакций в организме и вызывает спазм кровеносных сосудов, поднимающих артериальное давление. Вот и все. Поэтому люди предрасположенные или больные гипертонией страдают потому, что неправильно относятся к жизненным событиям. То есть, что надо лечить, надо лечить сознание человека, разъяснять ему, как относиться к тем или иным жизненным событиям. Они их не принимают, в результате чего и возникает психоэмоциональное возбуждение. Отсюда лечение и профилактика гипертонии не столько медикаментозная задача, сколько образовательно, разъяснительно важно выработать правильное отношение к тому или иному жизненному событию. А теперь перечислим жизненное событие, которое нас волнует больше всего, вызывает эмоциональный стресс. А заодно разберемся, как на них правильно реагировать. Вначале разберем само слово эмоциональный стресс. Слово эмоция означает волновать по-русскому, понимаете? Надо все на русском языке понимать. Слово стресс означает напряжение. В целом эмоциональный стресс означает напряжение в организме, возникшее после жизненного события сообщения. Просто, ясно и понятно. Не жалите два слова, эмоциональный стресс, который, как бы сказать, не входит нам внутрь сознания. Еще разок повторю. Означает напряжение в организме, возникшее после жизненного события или сообщения. И как показывает практика, эмоциональный стресс является причиной 85% всех заболеваний, а не только гипертонии. Не только. 85% хрячь, брячь и все. И если мы научимся владеть своим сознанием, на 85% сразу же выздоровеем. Ниже я приведу шкалу эмоционального стресса, тех жизненных событий, которые оказывают на нас наибольшее влияние. Против каждого события расположены баллы. Эта шкала составлена на основе статистической обработки огромного материала. Конечно, индивидуальные колебания огромные, но в среднем получится вот так. То есть, я сейчас еще хочу сказать. Вот. Я сижу перед вами. У меня нет шапки какого-то там профессора или какой-то там степени или еще чего-то. Но тем не менее, тем не менее, я вам не гаражу какой-то огород, какой-то отсюбячий. Но я работаю с официальными медицинскими источниками, со статистикой, которая это все собрала на счет гипертонии. Ну, выводы сделала совершенно иные. То есть, очевидные вещи, которые лезут в глаза, у них оказались глаза закрыты, а открыты только там на какие-то способы лечения. Ну, вот же очевидное, как бы сказать, вот оно все. Ничего я не придумываю, ничего я не выдумываю. Строго с научной литературой и данными по гипертонии. Итак, обратите внимание на те жизненные события, через которые вы прошли, которые вас волнуют, и сложите соответствующие им баллы. Сумма баллов укажет, насколько вы подвержены эмоциональному стрессу и находитесь на грани своих физических возможностей. И, ну, на грани своих физических возможностей, я бы сказал, не на грани своих физических возможностей, а на грани своих эмоциональных возможностей, которые могут вас привести, в конце концов, к тому, что все это перейдет на уровень физиологии, и вызовет то или иное заболевание, в том числе гипертонии. Если вы наберете более 300 баллов, шанс серьезно заболеть гипертонией или иным заболеванием составит для вас 80%. Итак, вот интересная вещь. Шкала стресса. Причина – балл. Смерть супруга – 100 баллов. Развод – 73. Разлука с супругом – 65. Тюремное заключение – 63. Смерть близкого вам члена семьи – 63. Сильная травма или серьезная болезнь – 53. Вступление в брак – 50. Увольнение с работы – 47. Воссоединение с супругом после разлуки – 45. Выход на пенсию – 45. Серьезное изменение здоровья или поведение члена семьи – 44. Беременность – 45. Сексуальные проблемы – 39. Значительные изменения финансового состояния – как в худшую, так и в лучшую сторону – 38. После новогодних праздников ждите, вот этот вот сейчас пункт начнет особо работать. Смерть близкого друга – 37. Смена вида работы – 36. Увеличение и уменьшение числа скандалов с супругом – 35. Изменение уровня ответственности на работе – 29. Уход ребенка из дома – 29. Проблемы с роднёй, со стороны мужа или жены – 29. Выдающиеся личные достижения – 28. Начало или окончание учебы – 26. Существенное изменение условий жизни – 25. Пересмотр индивидуальных привычек – 24. Сложности с начальником – 23. Серьезные изменения в режиме или условиях работы – 20. Переезд – 20. Смена учебного заведения – 20. Смена развлечений – 19. Изменение религиозной активности – 19. Изменение социальной активности – 18. Значительное изменение в режиме сна – 16. Увеличение или уменьшение частоты встреч в кругу семьи – 15. Значительное изменение пищевых привычек – 15. Отпуск – 13. Рождество – 12. Незначительное нарушение закона – 11. Штрафы автомобильные и прочее. Изменение своего отношения к перечисленным жизненным событиям позволит вам существенно снизить баллы, а вернее сказать, снизит уровень эмоционального стресса, и пройти через эти испытания с наименьшими потерями для здоровья. Более того, стать мудрее и сильнее в духовном отношении. Для этого требуется одно – пересмотр своего отношения к миру и изменение своего мировоззрения. Кстати, именно потому, что у нас неправильное мировоззрение, мы неправильно воспринимаем события жизни. Ведь они нам не даются для того, чтобы мы, преодолевая их, становились умнее, сильнее и духовно росли. Но мы их воспринимаем неправильно, реагируя на них эмоциональным стрессом и запускаем цепочку психосоматической патологии, душевные переживания, волнуют тела, вызывая в нем болезненные изменения. Итак, как, на мой взгляд, относиться к жизненным событиям, чтобы снизить их повреждающие эмоциональные воздействия? Смерть супруга, рождение и смерть – естественное окончание жизни. Даже насильственная смерть – результат неведомых нам законов. Повлиять на эти процессы мы никак не можем. Смерть уже случилась. И чем быстрее мы примем этот факт и перестроимся, тем лучше будет для нас самих. К тому же, наша чрезмерная привязанность не дает и душе усопшего начать нормальную жизнь в ином мире. Помяните добрым словом и отпустите. Развод, если дело дошло до него, это говорит о том, что это не ваш человек. Он не хочет жить с вами. Так зачем держаться за иллюзии? Побыстрее отпустите его и сделайте из этой истории выводы и живите своей жизнью. Разлука с супругом. Чтобы ее не было, сделайте все, чтобы быть вместе. Это самое главное. Если это невозможно и от вас не зависит, то примите ее, вспоминая радостные моменты совместной жизни. Тюремное заключение. Оно и дается для того, чтобы пересмотреть пережитую жизнь и сделать правильные выводы. Чем и для чего заниматься в жизни. Что имеет настоящую цену, а что нет. После пересмотра жизненной позиции разумно использует время с заключением. Смерть близкого вам члена семьи. Как и смерть супруга. Помяните его добрым словом и отпустите. Сильная травма или серьезная болезнь. Время пересмотра своей жизни и делания выводов на последующие. Вообще серьезный знак того, что вы живете неправильно. Вас останавливает, чтобы вы пересмотрели свое мировоззрение, отношение к жизни близким, самому себе. Вступление в брак. Серьезный шаг по изменению ваших представлений о жизни. Что-то вы должны принять. Под что-то подстроиться. Главное, чтобы вы все это сделали осознанно и почувствовали комфорт, которого не было раньше в вашей жизни. Увольнение с работы должно быть осознанным решением. С перспектив на более лучшие варианты. Это решение для сильного и уверенного в себе человека. А вообще стимул для работы над собой. Хочешь большего? Докажи. Докажи это сам себе в первую очередь. Не надо кому-то доказывать постороннюю. Сам себе докажи. Вот как я это делаю. Воссоединение с супругом после разлуки лишь полное доверие с вашей стороны позволит это сделать на позитиве и доставить вам радость, а не муки ревности. Выход на пенсию. Прекрасная пара реализации того, что ранее не успели сделать. Важно обрести самостоятельность и полезное дело для себя. Тогда будешь затребован. Я такой, что сам себя затребовал и этим безумно рад. Серьезные изменения здоровья или поведения члена семьи. Не время переживаний, а время активных действий. Все это следствие ваших недочетов, которые накопились и теперь требуют безотлагательного решения. Беременность. Не пускайте этот процесс на самотек. Действуйте так, чтобы всем вам была польза. И если это не делать, то бесконтрольно сносит элементы неожиданности, чем и пугает. Сексуальные проблемы. Они бывают разного характера и являются следствием ваших прежних действий и представлений. И если они возникли, значит, вы неправильно себя вели. И справляйтесь. Значительные изменения финансового состояния. Ну, и в худшую, и в лучшую сторону. Финансы требуют ясной головы. Так не теряйте ее. Вот тогда и не будет волнений. И привыкнитесь жить по средствам. Вот как я. Сижу на попе ровно. Очень хорошая, умиротворяющая привычка. Смерть близкого друга. Действия, как и с супругом. Сделайте выводы и продолжить жить в соответствии с ними. Смена вида работы. Чтобы не было волнений. Освойте новый вид деятельности в совершенстве. Старайтесь постоянно набираться новых знаний. И на их основе превратать более престижные виды профессии. И это надо приветствовать. Кстати, я вот что хочу музыкой заняться. Хочу музыкой заняться. Вот это вот я бодягу про это вот оздоровление хочу закончить. Потому что она мне стала полностью ясна. И перейти на что-то другое. Что меня так сказать интересует. Увеличение или уменьшение числа скандалов с супругом. Это есть не что иное, как проработка эгоистических качеств вашего собственного характера. Их уменьшение говорит о вашем прогрессе, а увеличение о дегродации. Увы. за которыми последует развод. Изменение уровня ответственности на работе. Будьте более собраны и внимательны. Вообще это хороший стимул для вашего духовного роста. Уход ребенка из дома. Кульминация вашего неправильного воспитания. Срочно пересмотрите свои отношения. Помните, ребенок становится взрослым. Ему нужен не только родитель, как друг и наставник по его жизни. Так мягко перейдите от функции родителя в функции верного друга своему ребенку. Это я сам придумал. Проблемы с родной со стороны мужа или жены. Проблемы с родственниками. Подобно проблемы с женой, детьми, друзьями. Столкновение эгоистических интересов, в которых надо найти компромисс. Одним словом, надо общаться и находить общие точки соприкосновения, а не раздражение и недовольство. Выдающиеся личные достижения. Однако, это не повод задирать нос и афишировать ими. Чрезмерная сосредоточенность на своих достижениях порождает эгоистические качества характера и конфликт с окружающими. Начало или окончание учебы. Да, он налагает на вас дополнительную нагрузку. Но вы же хотите получить образование. Так просто примите это без заламывания рук и лишних переживаний. Существенное изменение условий жизни. Человек легко приспосабливается к любым условиям жизни, если не цепляется за прошлое. Тем более, что вы сами были инициатором подобных изменений. И если вам некомфортно проявить усилия для того, чтобы достигнуть лучшее. Пересмотр индивидуальных привычек. Это естественное занятие по ходу жизни. Глупо не меняться и держаться за старое. Если не хотите духовно расти, то оставайтесь взрослым ребенком со всеми вытекающими последствиями. Бац, 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 жизнь вам додает шалобанов. Сложности с начальником возникают у слабых, безвольных людей. Сильные никогда не позволяют издеваться над собой. Они знают себя цену и легко находят приложение своему уму и рукам. Да. Серьезные изменения в режиме или условиях работы в любом случае за вами осознанный выбор. Так сделайте его, чтобы вас не коробило от мысли о нелюбимой работе. Переезд. Если вы решились, то действуйте смелее. А до этого заранее узнайте, что вас ждет на новом месте. Вообще переезд связан с новыми перспективами и опытом вашей жизни. Смена учебного заведения конечно будут разного рода неудобства, во время которых вы проявите себя с той или иной стороны. Будьте сами собой и не подстраивайтесь под чьё-то мнение. Тогда вас охотно примут. Вот как я не подстроился под чьё-то мнение. Я, будем говорить, не охранник, не водолаз, не целитель. Я сам да, и не телеведущий, и не писатель. Я сам по себе человек. Это звучит гордо. Тогда вас охотно примут. Смена развлечений, а вот это уже осознанный рост вашей личности. Прежнее развлечение вы уже переросли. Так что на этом зацикливаться. Смена развлечений. Каюсь. Каюсь перед вами всеми. Каюсь. Я в своё время столько проиграл на компьютерных играх, то есть половину, грубо говоря, занимался вот этими всеми вещами, самообразованием, а половину, чтобы отвлечься от этого самообразования, которое всё-таки давит, я стрелял, 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 стрелял. В конце концов это мне надоело напрочь стрелять в смысле. Какая игра, спросите? Unreal Tournament. И причём первая часть, не вторая, не третья. Первая, самая-самая. Так, изменение региональной активности. Это говорит о вашем духовном росте. И чем он выше, тем больше внимания вы посвящаете этому предмету. Если вы понимаете важность духовной жизни и определяющее значение, тем больше меняется ваша религиозная активность. Это особая перестройка вашей личности и ей надо дать на это время, чтобы вы устоялись в новом статусе. Я принимаю все религии, но в то же время, в то же время, я по-своему люблю Господа, объяснил эту любовь для себя, успокоился и живу. Изменения социальной активности примерно то же, что и с религиозной. Дополнительные затраты энергии в получении опыта. Все естественно, без заморочек и претензий. Вот как только появляются претензии, что я делаю то и это, а меня не ценят, так включается механизм эмоционального стресса. Еще раз, как только появляются претензии, что я делаю то и это, вот то и это, смотрите, я вот, ой, да что я написал, что я сделал, что я снял, ой, да там и был, а меня не ценят. Так включается механизм эмоционального стресса, который запускает цепочку физиологических реакций, начиная от голубного мозга и начиная кончается стенками сосудов и у меня гипертония и либо другое заболевание. Значительное изменение в режиме сна, отсутствие полноценного сна не позволяет человеку расслабиться, восстановить силы. Это одна из предпосылок быстро заработать гипертонию или иную серьезную болезнь. Увеличение или уменьшение частоты встреч в кругу семьи. Если это для вас важно, то вы обязательно найдете на это время. В противном случае не стоит заниматься самобичеванием. Семья перестала вас интересовать. Вот и все. Значительное изменение пищевых привычек. Это естественный процесс. Главное, чтобы он не был вам навязан скудностью вашего достатка. Если это так, то послужит стимулом к лучшей жизни. Вот и все. Что тут переживать? Отпуск. Чтобы все получилось, заранее подумайте, как и с кем вы его проведете. Рождество рекомендаются такие же, как и при отпуске. Вообще человек переживает из-за своих эгоистических побуждений. Он хочет отпуск. Рождество видит вот так-то и так-то. Когда это не получается, возникает недовольство, раздражение, порождающий эмоциональный стресс. Не пытайтесь контролировать все и всегда. Иногда лучше отпустить ситуацию и дать ей развернуться по-своему. Это может обогатить вашу жизнь. Запомните простую истину. Все, что с вами происходит, делается специально... для вас с целью духовного роста. Если не будет жизненных препятствий, происшествий, и недоразумений, не будет и духовного роста, ради которого вы живете. Незначительное нарушение закона. Это деньги, в конце концов. То есть, там, превысил скорость, проехал не на тот знак, но лично у меня. Легче отдать деньги, чем выживать себя изнутри переживанием, приводящим к эмоциональному стрессу. Поэтому, нарушая законы, заранее признаете себя виновным и готовым отдать ту или иную сумму денег. Когда правонарушители признаются виновными и с легкостью отдают деньги, и цены быстро заканчиваются без какого-либо эмоционального ущерба. Дал деньги, и все. И на этом забыл. Либо не дал, сейчас составим протокольчик, потом придете туда, потом придете сюда, потом будет суд, потом это, потом лишат права, потом не лишат права, еще так, так, представляете? Итак, если вы имеете правильное отношение к жизни, в целом и жизненным ситуациям в частности, вы отреагируете на них должным образом. Но не более того, это самый надежный путь профилактики и лечения гипертонии. Все остальные методы и средства дают лишь коротковременный результат и быстро исчезают после очередного эмоционального стресса. но тем не менее мы их разберем, ведь не все люди с неухостью могут изменить свое мировоззрение. Продолжение следует. Продолжение следует...